Продолжение следует... Представляет искусство в некой иерархической модели. Сегодня же я сакцентирую внимание на том, какое значение играет именно новое искусство. И мы рассмотрим отдельные частные его аспекты. Аспекты во многом спорные, во многом противоречивые. Но, как я считаю, этот курс для того и нужен, чтобы освещать, так скажем, те проблемные зоны, которые возникают в современном искусстве, музыкальном искусстве в частности. Потому что, так скажем, информация бесспорная, информация академического толка, устоявшаяся информация, она доступна так или иначе. Вы с ней можете ознакомиться как в учебных пособиях, так и в специализированной литературе, непосредственно по каждой отдельно взятой проблематике. Я же ставлю целью курса постановку таких вопросов, которые взламывают саму проблематику. Которые взламывают, пытаются подойти к ситуации, так скажем, сбоку. Некий непрямой вопрос, непрямое вопрошание, а вопрошание со стороны. И сегодняшнюю свою лекцию я назвал «Что современно» – это фактически цитата. Это цитата из одноименной работы Джорджа Агамбина, одного из крупнейших из ныне живущих философов, о котором я сегодня еще немножко скажу. Именно вот с этим мы и будем сегодня разбираться. Итак, вопрос следующий. Зачем нужна современная музыка, если есть проверенная классика, проверенная годами? Более того, здесь даже не поможет ответ то, что классическая музыка так или иначе нам известна, а возвращение к известному, как известно, оно уже, простите за тавтологию, вторично, да, по определению. Если мы играем одно и то же постоянно, да, это хороший психоаналитик может даже назвать определенными чертами невроза навязчивых состояний. Но на самом деле, относительно классики в целом, подобная диагностика не будет работать. Потому что такое огромное количество написано сочинений, сочинений действительно выдающихся, великих. Полные собрания сочинений записаны сейчас Гайдена, Генделя, Баха, Ветховена, Морцарта. И человек может действительно всю свою жизнь слушать музыку, которая для него будет абсолютно новой, он ее еще не знает. И тем не менее, эта музыка будет относиться к предшествующим эпохам. Ну, одно полное собрание сочинений Генделя чего стоит. Это масштабнейшие оперы, оратории, которые написаны в огромных количествах этим авторам. И это как раз автор, как и Гайден, который писал фактически беспроигрышные сочинения. То есть, там качество всех этих сочинений безоценочно, оно совершенно уникальное. То есть, там нет слабых работ. Там ученический период занимает минимальное количество времени в самом начале творчества этого автора. Все. До конца жизни это абсолютно высококлассный, простите за слово, продукт. То есть, то, что мы проходим по истории музыки или наиболее часто исполняются отдельно взятые сочинения, это просто дань традиции. Вот эти сочинения стали концертными. Другие сочинения, если мы посмотрим рядом, они ничуть не уступают этим. Ничуть не уступают. А другие оратории, чем Самсон Генделевский, Гайденовские симфонии, абсолютно все, начиная с периода, когда он сформировался как автор, ну, примерно с симфонии философов, примерно с 20-х и далее до конца, это абсолютно высочайший уровень художественный. Поэтому говорить здесь можно достаточно долго и восхвалять эту музыку, но что в этой музыке все-таки не даст того, что может дать новое искусство? Вот это вопрос очень важный, очень непростой, потому что очень часто все сводится к следующему, что где музыка того же Бетховена, Берлиоза или Вагнера когда-то была революционно новой, что это тоже новое, но новое для своей эпохи. Очень часто отвечают на этот вопрос, что новое это оперная реформа Верди, к примеру, или реформа оперы, которую проводит Пучини в Италии рубежа 19-20 века. На самом деле это никак не может нам помочь с ответом на вопрос, зачем сегодня нужно новое искусство? Не то, которое когда-то было новым, а то, которое является новым сейчас. И я бы не хотел здесь задавать этот вопрос вот так прямо в лоб, потому что когда мы задаем прямой вопрос, как правило, из самой постановки вопроса следует ответ. И этот ответ, как правило, будет крайне тривиален, если мы не поразмышляем над самой постановкой вопроса, и не попытаемся к нему зайти со стороны, или как это любят называть словой Жижик, параллаксным видением. Подход с помощью параллакса. И для того, чтобы ответить на вопрос, зачем сегодня нужно новое искусство, именно искусство нынешнего дня, а не то, которое было ново когда-то, мне придется поднять весьма спорную дискуссию, спорную тему, и развести между собой такие категории, как искусство и творчество. Сейчас это радикальнейшим образом перемешанные явления, а одно от другого отграничить очень сложно. Мы знаем всякие творческие проекты, творческие коллективы, гранты на творческие миссии всякие. С другой стороны, мы знаем такой феномен, как арт-терапия, которое, само слово арт, тоже непонятно, как переводить конкретно с английского языка, что это, искусство или творчество. А вот это далеко не очевидно. И во многом, благодаря, кстати, именно арт-терапии, в России сейчас сложилась абсолютная путаница с этими двумя явлениями, которые я бы хотел очень сильно отграничить друг от друга. Ну вот, можно найти сейчас на полках многих магазинов огромное количество пособий по арт-терапии. В данном случае, это, наверное, лучшая из них еще, это Кэллок. Она здесь не обозначена в названии, очевидно, чтобы не платить авторские. На самом деле, полностью работа принадлежит ей. Она внутри будет написана. В данном случае, юнгианская арт-терапия делает следующее. Она действительно приносит видимые результаты, зримые результаты. У меня нет оснований не доверять аналитикам, которые свидетельствуют о том, что это действенная терапия. Это вне зоны моей компетенции. А свидетельств таких достаточно много. Поэтому я оставлю это как факт, а обратиться хотел к этой проблеме немножко с другой стороны. И все-таки, это арт-терапия, это искусство или это творчество? Так вот, я хотел бы определить, что есть творчество. Творчество, с моей точки зрения, это то, что способствует самовыражению личности. То есть, в данном случае, повышая его адаптивность. Причем, повышая ее с двух сторон. С одной стороны, внешняя сторона творчества, человек через самовыражение интегрирует в себя определенные культуральные модели. То есть, вписывается в культурный контекст социума. Он приобщается к тому, что является эстетичным, неэстетичным в этом социальном сообществе. То есть, производит интеракцию, культурных ценностей себя и их тиражирует. Тем самым, показывая свою адаптивную пригодность. В данном случае, понятно, что если называть вещи своими именами, речь идет о невротизации, о расширении зоны сверх-я. Но в данном случае, эта невротизация скорее позитивный аспект имеет, чем негативный. В данном случае, современный субъект невротичен по определению. То есть, невротизации мы избежать не можем. Поэтому нужно скорее смотреть шире и видеть в этом либо адаптивную пригодность, либо адаптивную непригодность. Это в данном случае приводит к адаптивной пригодности. Тот дискомфорт, который это вызывает внутри субъекта, повышая его адаптивность внешне, творческое самовыражение тоже сглаживает. Оно его сглаживает через интеграцию различных субличностных образований в психике субъекта. Через любое самовыражение, особенно юнгианского толка, оно, естественно, предполагает контакт с тем, что в психотерапии называют бессознательным, подсознательным, бредсознательным. Смотря в какой школе идет речь, и, естественно, повышается внутренняя осознанность, внутренняя целостность личности, что сглаживает определенное давление социума на субъекта, которое стекает из-за интроэцирования ценностей внутрь себя. То есть, получается, у творчества есть внешняя адаптивная функция и внутренняя адаптивная функция, которая в представлениях самого Карла Густава Юнга должна была достичь такого градуса, чтобы человек соприкоснулся с так называемой самостью, то есть, обрел полную целостность, личность. Нет желания и цели дискутировать с этой психологической моделью, я лишь указываю на источник, так как вся терапия проистекает конкретно из учения Карла Густава Юнга. И ссылаюсь поэтому на первый источник, и не более того. У самого Карла Густава Юнга в его красной книге в его дневниках или Либерновус, более известный как Либерновус, есть весьма примечательная дискуссия. В практике активного воображения он ведет диалог со своей душой. и он спрашивает у нее о том, что есть та стезя, которую он занимает. Чем он занимается сейчас? Он, естественно, убежден, что он ученый, что он занимается наукой, а душа ему отвечает, что он занимается искусством. И это на самом деле весьма интересный момент. Понятно, что разговор этот исключительно с самим собой, это не некая метафизическая внешняя инстанция, которая имеет свою реалию, которая с ним общалась. Это диалог с самим собой, но вот этот внутренний диалог, сопоставление между наукой и искусством очень интересен. Потому что на самом деле то, чем занимается Юнг в тот момент времени, корректнее всего было бы назвать даже не искусством, а творчеством. Он пытается собрать себя. После катастрофы, после разрыва с Сабиной Шпиллера, после разрыва с Зигмундом Фрейдом, после кризиса, который наступает у Юнга в десятые годы, когда он ложится спать и на тумбочку рядом с кроватью всегда помещает полностью заряженный револьвер. В данном случае это попытка собрать себя, попытка собрать себя, в том числе через рисунки. Он рисует много мантал. Эти рисунки сейчас доступны. Юнг действительно владел хорошо техникой живописи. Они представляют определенную ценность. Прежде всего, они представляют ценность как факт того, как человек пытался обрести себя, собрать себя по частям. Для этого же ему нужна была и практика активного воображения, которую он постоянно использует в десятые годы. И тогда это было, безусловно, исключительно творчеством. Стало ли оно искусством? Сейчас вопрос тоже спорный. И для того, чтобы дальше пойти в наших рассуждениях, нужно все-таки определиться, а что такое тогда искусство? То есть творчество – это у нас то, что способствует самовыражению личности. Это непосредственно та или иная деятельность, способствующая самовыражению Деридата. А искусство – это общественно значимое творчество. То есть в данном случае я бы сказал, что искусство – это самовыражение социума через одного из своих представителей. Искусство в данном случае отрывается от некой малой группы близких, родных, которым будет важно и самовыражение индивида, потому что он включен в эту группу, и выходит на совсем иной уровень, на совсем иное социальное пространство. И как я разделил творчество на две категории, то же самое можно сказать и об искусстве. Искусство тоже есть, если очень грубо обобщать, двух типов. И, так скажем, первый тип искусства обращен к относительно осознанной стороне жизни социума, можно сказать, предсознательной стороне жизни социума, в то время как другой вид искусства обращен к теневой, бессознательной стороне жизни социального пространства. Что есть первый тип искусства? Ну, к первому типу искусства понятно, что в наиболее в виде таком ярком относятся популярное искусство. Это искусство, чьей функцией является объединение индивида. То есть, если человек ежедневно работает, выживает, тратит свои силы на семью, карьеру, какие-то бытовые вещи, то ему периодически нужно напоминание о том, что он такой же, как и другие люди. Что он тоже представитель человеческого сообщества, и он хочет почувствовать себя сопричастным другим людям. И в данном случае, придя на концерт, на концерт популярной музыки, или на концерт классики, которая уже стала фактически популярной музыкой, человек не пытается приобрести нового знания. Он пытается вспомнить. Он пытается вспомнить то, что он также сопричастен другим. И чем в большей степени это будет музыка типизированной, чем в большей степени она будет шаблонной, чем в большей степени она будет воздействовать на всех присутствующих в зале, тем в большей степени она выполняет свой функционал. То есть, это то, что в церкви называется понятием соборности. Когда все люди объединяются, объединяются в общую массу, и человек ощущает, что он тоже человек. То, что он также может любить, любить, ощущать встречи, расставания, ощущать превратности судьбы, бояться смерти и так далее. Каких-то тех вещей, которые постоянно в той или иной степени освещаются в искусстве, захватывающем массу. Да, там проблем не так много. Да, проблематики. Не так много. Это те темы, которые в кавычках называются вечными. Понятно, что сами по себе они не вечны. Сами по себе. Тут по структурализму любой сказал, что когда мы говорим о Боге, когда Бах писал о Боге, и какой-нибудь современный там популярный певец поет о Боге, они поют, естественно, на разных блоках. Потому что сам подход к проблеме совершенно различный. Но в данном случае на внешнем уровне это объединяет вокруг вот этих кажущихся едиными незыблемых тем. Не полезем сейчас в деконструкцию Деррида, а ограничимся сказанно. Другой же вид искусства совершенно иной. Я бы сказал прямо противоположный. И здесь я бы хотел привести следующий пример. Представьте себе, что если к вам обратился какой-то человек и говорит вам то, что вы о себе и так знаете, вы же как бы не можете быть 100% уверены в своем знании о себе же самому. Если этот человек говорит вам что-то хорошее о том, что вы делаете, что вы знаете, что это в принципе хорошо, он этим самым укрепляет вашу точку зрения, укрепляет вас в правоте взгляда на себя и естественно это и вызывает вот это чувство радости, чувство сопричастности, чувство того, что ваше мнение в какой-то степени объективно. Вот эту функцию выполняет первый тип искусства. Другой же тип искусства выполняет функцию следующую. А теперь представьте себе, что вам какой-то человек скажет что-то о вас плохое, но не просто покритикует, не просто даже укажет на то, что у вас не получается, а попадет в самую точку. То, что вы всеми своими силами вытесняете, в том, что вы не признаете в себе. Вы навряд ли подумаете, что ты человек прав, но в данном случае даже очень за такой закомплексованный невротик может отреагировать как буйно помешанный. То есть в буквальном смысле слова он с кулаками может раскинуться. И примерно то же самое происходит и с тем искусством, которое обращается к теневой части проблематики социума, к тем проблемам, которые социуму вытесняются во всеми возможными способами. То есть это не то, о чем мы знаем, что у нас плохо. Это не то, что мы ставим на повестку дня как проблему, которую нужно решить. Это то, о чем мы даже боимся подумать. Но именно эти моменты не дают сдвинуться как каждому отдельному индивиду, так и обществу в целом с мертвой точки. Это есть те зацепки, которые не пускают нас дальше. И в данном случае необходим козел отпущения или пророк, или поэт, как здесь не назови, в принципе попадешь в точку, который укажет туда. Это тот вестник, который приходит с вестью поражения. И естественно в данном случае он рискует быть растерзан толпой. Как физически, так и психически. И в данном случае физически это тоже не всегда аллегория. Мы знаем примеры доведения до самоубийства Джексона Полока, величайшего художника 20-го столетия, одного из крупнейших вообще художников в истории живописи. После того, как были обнародованы видеоматериалы, как он творит свои картины, он просто не выдержал травли, которая началась, и покончил жизнь самоубийством. или то, что было не так давно сделано страхом Зигмунда Фрейда, осквернение страха Зигмунда Фрейда. Соответственно, такие примеры встречаются в истории, даже когда пытаются с человеком физически что-то сотворить. поэтому первый тип искусства дает успокоение, он приобщает человека, он говорит ему, что он такой же, такой же, это значит не хуже. Это как в конце Америк Кавки герой пытается устроиться на работу, и если читает то, что берут всех, то он говорит, значит, наверное, меня тоже возьмут. Это минус одного уровня амбиции, человек выходит на нулевой уровень, и это доставляет ему успокоение. Другой же тип искусства дает развитие. В первом случае мы ничего нового о себе не узнали. Другое дело, что в буднях ежедневных мы не можем постоянно себе это напоминать. Это отдельные точки в году, когда человек дает всевозможность сходить на концерт или посмотреть его по телевидению и приобщиться к другим людям. С другой стороны, это то искусство, которое открывает болезненные, не всегда болезненные, но в крайнем своем проявлении, наиболее ярком своем проявлении болезненные точки, то, что дает возможность двигаться вперед, потому что сообщает действительно новое. Это так как если оно является бессознательным, то, что мы это замечали, это еще не значит, что мы это знаем. Мы естественно этого не знаем. И примеров в истории миллион, как реагируют на действительно новое. Это и такие грандиозные скандалы, как с лесной священной Стравинского, или с Турангалилой Мессиана, или такие скандалы местного значения, типа, как в прошлом году на премьере моей пирамиды. Это локальный скандал. Я уже честно думал, что время скандалов закончено, оно невозможно. Нет, оказывается, чем-то публику довести можно. Итого, мы определили, что искусство есть двух типов, и только одно из них может творить действительно что-то новое. Не все искусство, не все то, что создается сейчас, действительно что-то новое, новое знание нам привносит. Однако, теперь, когда мы разобрались с дефинициями творчества и искусства, творчество двух направленное искусство двух типов, я все-таки попытаюсь подойти к тому самому вопросу. А какие функции несет в себе новое искусство, какую роль оно играет в жизни нашего современного общества. И первое, что я бы хотел назвать, это прежде всего порождение новизны как таковой. Ну, порождением новизны как таковой занимается преимущественно такой феномен, как мода, я имею ввиду работу модельеров, это исследовали многие видные философы этот феномен, в частности Ролан Барт, Ролан Барт как раз говорит о феномене современности, весьма интересную вещь, которую я бы хотел процитировать, он говорит, что современно то, что не своевременно. Из этого можно сделать достаточно радикальные выводы, Ролана Барта нужно читать и вчитываться, он не бросает слова просто так, что такое несвоевременное, это то, у чего вообще нет времени. То есть современно то, что не находит себе места. То есть когда устаревает мода, в тот момент, когда проходит показ, в тот момент, когда эти костюмы, платья сшили, в тот момент, когда автор делает набросок, или в тот момент, когда он представляет это себе в голове, мода фиксирует момент времени наиболее жестко. То есть степень ее устаревания мгновенна. Она фиксирует вот эту точку, несвоевременную точку, у которой даже нет места. В общем векторе времени у нее даже не находится места. Но именно благодаря тому, что она постоянно пытается удержаться и это место себе найти, свою функцию в культуре она выполняет во всем своем объеме. Поэтому говорить о моде как о чем-то поверхностном я бы никогда не стал, тем более, что навряд ли кому-то приходит в голову, что то, что делают современные модельеры, видные модельеры, что это действительно придет в голову кому-то правду носить. То есть функция этого естественно совершенно воно, культуральная функция совершенно воно. Исследованию проблем моды много, большое внимание уделял Джорджу Агамбин, в частности в этой работе на Готарь. У Агамбина не так много книг на русском языке, шесть или семь от Сирии, поэтому я бы советовал с этим автором ознакомиться. Его рассуждения всегда блистательны, особенно когда это сборники эссе. Я понимаю, что Хома Сакер не каждый осилит, это достаточно тяжелый, трудный для чтения текст, хотя текст блистательный, но его эссе написано очень легким языком, и в принципе из современных философов это едва ли не один из наиболее легко доступных читателю. Что же касательно новизны в музыкальном искусстве? И в искусстве, да в принципе в искусстве. Зачем она нужна? Опять же, прежде всего адаптивность. Дело в том, что в нашей жизни на самом деле новизны очень-очень мало. Если вспомнить структуралистские подходы типа Левистроваса или взгляд на нашу жизнь представленную в творчестве минималистов, авторов, то они указывают на просто бессмысленное повторение одного и того же. Оно уже сейчас растиражировано в массе фильмов, в которых показана временная петля. Когда один день повторяется, 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 он может быть радостным, он может быть печальным, но смысл один и тот же. То, что наш день, он в принципе редуцированный до определенных типизированных моделей, он повторяется один и тот же. Если мы чуть-чуть из него феноменологический взгляд уберем, то окажется, что не только наш, но и день других людей в принципе тождественен нашему дню. Ничего не меняется за дня в день. Был один весьма специфический характерный мем в интернете, когда был изображен человечек в колесе, который идет бессмысленно по этому колесу, и подписано, что он решил радикально поменять свою жизнь и с завтрашнего дня пойти в другую сторону. В данном случае это структуралистский взгляд в чистом виде, но если подходить к проблеме феноменологически, то все-таки остается какое-то обновление. Но этого обновления очень мало, действительно очень мало. И новизна, порождение новизны, контакт с новым позволяет человеку сохранять адаптивную пригодность. И о том, что человеческий вид в сравнении с животными, несмотря на свою истонченность, несмотря на свою незначительную выносливость биологическую, очень-очень адаптивен. И он очень-очень адаптивен, потому что у него для этого в культуре, в сообществе есть отдельная функция. Постоянное порождение новизны. Новизна это порождение альтернативной новой реальности, с которой мы можем встретиться. Да, ее сейчас может не быть, но если мы не будем постоянно порождать альтернативы, альтернативы этой реальности, когда она наконец-то случится, от человеческого сообщества просто ничего не останется, потому что он не будет знать, как на нее реагировать. Поэтому это своего рода поддержание вооруженных сил в состоянии боеготовности. зачем все страны, при том, что война идет в отдельных локусах, только содержат армии, тратят на это огромный денежный ресурс, то же самое эту же функцию выполняют в культуре и искусстве. Это порождение альтернативной реальности на тот случай, если она произойдет. Она может произойти не такая же, как создают писатели-фантасты или писатели-реалисты, в данном случае разницы никакой нет. Она может произойти какая-то еще, но сама возможность наша контакта с новизной, она необходима для того, чтобы мы могли на эту новизну отреагировать. Когда она наконец-то произойдет, она все-таки происходит. Поэтому функция номер один, функция, которую выполняют абсолютно любые не вторичные произведения искусства, это порождение новизны. Не вторичные, то есть, которые не пользуются в полном объеме шаблонами. То есть, качество произведения не имеет здесь никакой роли. Это вообще, так скажем, оценочная категория, это по-другому ведомство. Здесь это ведомство не работает. То есть, если произведение порождает что-то новое, вот эту функцию он уже выполняет. Все. Что следующее? я бы хотел сказать. Это функция экзистенциального выбора. Вторая функция. Что есть этот самый экзистенциальный выбор? Это выбор или-или. В жизни он, как правило, заканчивается фатально, то есть, или падал, или пропал. В искусстве этот выбор возможно моделировать, постоянно моделировать. То есть, мы можем присутствие на премьере того или иного сочинения, здесь речь идет именно о новом как таковом, то есть, рассматриваются вопросы только премьерных вообще исполнений. Мы можем выбрать, либо нам это нравится музыка, мы выбираем такое искусство, либо мы его не принимаем, либо мы там принимаем что-то в нем, а остальное не принимаем. Вот это функция, когда еще не работает культуральная значимость. Соответственно, функция экзистенциального выбора это функция моделирования подобного же выбора в жизни. Это функция, которая приучает нас делать радикальный шаг, радикальный выбор. Ну вот это нам нравится, это нам не нравится. А через какое-то количество времени мы можем сравнить выбрали это же самое другие окружающие нас люди, или напротив наш выбор оказался с теми, кто в меньшинстве. То есть оценка отсрочивается. Мы не можем прочесть о том или ином сочинении, что оно оказало колоссальный вклад, что оно огромное значение для культуры выполнило, потому что это сочинение создано вчера. Да, сегодня мы воздушием. И получается этот выбор как выбор между двумя одинаковыми дверьми, где в одном случае это гильотина, а в другом случае корона. То есть это выбор, который оказывается полностью на нас. Мы не можем делегировать свое право голос другим людям, мнению искусствоведа, мнению культурологов, которые исследовали уже и книги написали об этом произведении, мы в данном случае оказываемся непосредственно в точке выбора. И из этой точки выбора порождается третья функция, которую выполняет современное искусство, по большому счету это точка бифуркации. Дело в том, что наш выбор только при оценке нового произведения искусства играет хоть какую-то роль для собой. Понимаете, сколько вы не будете оценивать, нравится вам Монализа или нет, это как в том известном анекдоте, в котором человек говорит, что ему не понравилось произведение Леонардо, а ему служитель музея говорит, что она вестит здесь уже настолько долго, что она сама выбирает, кому нравится, а кому нет. В данном случае с современным искусством это не работает, и наш выбор, пусть в минимальном своей составляющей, в качестве голоса одного из многих, создает новую реальность. Потому что те произведения, которые повлияют на культуру, они не могут повлиять в обход тех, кто их слушает, или кто их смотрит, если это визуальное искусство. Именно этот наш выбор и определяет последующую культуру человечества в целом. Сейчас мы можем сколько угодно слушать какие-то произведения искусства времен Бетховена или Верди и говорить, что а вот это-то произведение было лучше, чем то, что оказало влияние на культуру. Да, но оно никогда не станет таким же. То есть можно сколько угодно говорить о том, что Сивильский Цирюльник это одна из самых слабых опер России, и тем не менее именно он создал имя этому композитору, именно он создал нашу культуру, культуру комической оперы 19 века и в итоге традицию восприятия оперного спектакля как такового. И в данном случае измерения ценностные, измерения профессиональные в виде качественного некачественного тут уже опять же не работают. Потому что это выбрали люди. И этим создали такую культуру, в которой мы живем сейчас. И естественно, если сейчас мы будем выбирать между Моцартом и Чайковским, то это останется на уровне исключительно вашего внутреннего восприятия. Вы интегрируетесь в ту или иную социальную группу. Условно говоря, в группу любителей Чайковского и группу любителей Моцарта. Никак на культуру вы не повлияете абсолютно. Но присутствуя при премьере, присутствуя на Бинале или на показе нового кинофильма ваш вклад есть. Он минимален, на наличестве. Я одну из своих лекций посвятил вообще проблеме возможности выбора как такового. Может ли человек хоть что-то поменять в современной реальности? Вообще свободен ли он в своем выборе? и мы оставили там в итоге в качестве ответа некий крошечный зазор, что человек пускай на один процент, но он все-таки свободен, он не робот, включенный в батарею означающую современной реальности. И вот этот один процент, один из ста, он может отдать в качестве своего голоса за ту или иную будущую реальность. И эту реальность конечно же создает искусство, об этом мы достаточно детально поговорили на прошлой лекции, как это происходит, как искусство влияет и на научное сообщество, как оно влияет и на политическое сообщество, эти вопросы я затрагивал на первых двух лекциях. Таким образом, вот эта точка бифуркации это важнейший момент. И по большому счету сама ситуация выбора она весьма специфична, она неизбежна. То есть когда мы сталкиваемся с чем-то новым, когда мы сталкиваемся с чем-то обыденным, выбора вообще не происходит. Правильно? Понимал. А вот когда мы сталкиваемся с чем-то новым, происходит точка выбора. И чем забавен выбор? А выбор забавен тем, что из ситуации выбора невыбравшим выйти нельзя. Вот чем он интересен. Он ставит нас очень жестко перед фактом. То есть либо мы выбираем это, либо мы выбираем это. Если мы не выбираем, мы отказываемся от выбора. Это тоже выбор. То есть попав в ситуацию выбора, мы не можем выбрать. То есть в данном случае эта ситуация неотвратима. И здесь я бы хотел весьма интересный момент осветить, о котором говорить очень не любят. Начиная с эпохи просвещения, человеку навязывается то, что он должен сам иметь свою точку зрения на все, причем вне зависимости разбирается он в этом или нет. Сейчас достаточно можно много прочитать в интернет-сети дебатов по вопросам искусства, политики, по любым вопросам, причем по самой лексике, по манере высказывания видно, что у людей очень много своего в кавычках мнения при абсолютном отсутствии знаний по той теме, на которой это свое мнение высказывает. Но относительно своего мнения мы уже с вами достаточно детально разбирали, то, что буквально предложение в предложение одно и то же бурно отстаиваемое мнение можно найти на разных форумах от разных людей, то есть это полное уничтожение индивидуальности как таковой, то есть человек, когда убежден, что вот это точно его мнение, это значит, что там его нет вообще, он полностью захвачен тем или иным означающим. И пытается из-за всех сил отстаивать. Это то, что Александр Смулянский называет «свобода говорить одно и то же». Так и вот, относительно музыки эта беда захлестнула и наше искусство, и сейчас каждый имеет право, как он читает, оценивать, что вот это мне нравится, а это вообще ерунда, а это здорово, а это никуда не годится. И особенно активно муссируется проблема кризиса в искусстве, которую мы детально обсуждали на первой лекции, кризиса, который затянулся более чем на сто лет, весьма специфическое такое явление. И так скажем, те деятели искусства, которые поражают своим интеллектом, поражают совершенно количеством своих знаний, образованностью, делают что-то, что вызывает у людей недоумение, и эти люди называют их бездарями, не умеющими ничего. Очень часто встречаются такие высказывания вроде да у меня там бабушка или наоборот дочка и то лучше нарисует. И это, конечно, плоды просвещения, это плоды, заложенные требованием говорить. До этого человека слово вытаскивалось щипцами инквизиции, до этого люди молчали, начиная с эпохи просвещения, человека требуется речь, требуется говорить. Сейчас это доходит до смешного, потому что человек фактически всю информацию себе сам самостоятельно размещает в социальных сетях, из него уже не требуется выжигать огнем и мечом, как это было в средние века. Человек сам себя допрашивает, и сам всю информацию размещает в интернет-ресурсы, и вот эта манера высказывать свое мнение по всем вопросам, она на самом деле чревата, потому что люди не понимают одной простой вещи, то, что искусство это не развлечение. Искусство это очень действенное явление, это феномен, который мы анализировали с вами в прошлый раз, который по большому счету определяет всю человеческую культуру. Он ее скрепляет, он ее цементирует, и он ее направляет. Поэтому, когда человек выбирает то или иное искусство в качестве интересующего его, он этим самым хочет того или нет, выбирает и себя. Выбирает не просто себя, но и очень часто и свою судьбу. Дело о том, что безусловно, нельзя сказать, что искусство действует столь же быстро, как химпрепараты, как те же таблетки, но искусство способно оказывать эффект длящейся годами. Примеров, когда прослушав или прочитав то или иное произведение искусства, люди менялись на всю жизнь. Таких примеров в истории очень много. примеров, чтобы человек изменился полностью, приняв ту или иную таблетку, таких примеров, которые нам предлагает известный блокбастер «Матрица», их в жизни не бывает. Эту таблетку в себе надо десятилетиями взращивать, чтобы увидеть мир под другим углом. Пример с таблетками на самом деле весьма кстати. Представьте себе следующую ситуацию. Чтоб человек пришел в аптеку и руководствуясь своим интуитивным чувствованием, выбором, взял бы все таблетки любимого им цвета. Например, зеленого или красного. Мы с зеленым, думаю, ему повезет больше, если он будет их употреблять в любом неограниченном количестве, может быть, отделается даже всего лишь навсего каким-то легким расстройством организма. С красными таблетками может печально закончиться ситуация. То есть, человек, когда принимает те или иные химические препараты, он руководствуется мнением специалиста. Либо он читает на этикетке этих лекарств, в каких дозах принимать, от чего они помогают. Он может не обращаться к врачу за консультацией, но когда человек даже самостоятельно покупает те или иные лекарства, он знает, от чего они помогают, чтобы их принимать. В идеале, конечно, это если он приходит к квалифицированному врачу, и тот ему выписывает целый курс, сбалансированный курс лечения, который и наиболее эффективен. Но в музыкальной отрасли все обстоит иначе. Каждый считает, что он может сам самостоятельно подобрать себе курс, самостоятельно выбрать те произведения, которые он будет слушать, и будет думать, что это не окажет на него никакого разрушительного воздействия. Однако это вовсе не так, и ситуация действительно может закончиться весьма плачевно, потому что музыка оказывает колоссальное воздействие на человека и не только музыка. Просто мы прежде всего о музыке здесь говорим, это и литература, это и синематограф, это и живопись, и любые другие виды искусства. В данном случае человек, по моему мнению, должен также считаться с мнениями специалистов. Он должен прислушиваться к мнению тех, кто в этой отрасли наиболее компетентен. Понятно, что это противоречит тому, что я говорил об экзистенциональном выборе, о точке бифуркации, это противоречит ей лишь в той мере, в которой у искусства есть две базовые функции. Функция контейнирования, функция охранительная, и функция порождения новизны. То есть сам феномен противоречит своей основе. Искусство одновременно порождает новизну, если оно признается, если оно воспринимается и порождает следующий исторический этап культурный, оно уже становится, переходит из точки порождения нового, его чаша весов перевешивает в точку охранительную. Оно становится культурной ценностью. Поэтому противоречие это внешнее, противоречие это мнимое, это то расщепление, которое заложено в самом феномене. Я бы хотел подвести некоторые итоги, итоги достаточно внятные по тому материалу, который я сегодня вам хотел представить. Первое, это продвижение искусства через выявление теневых аспектов в социуме и в индивиде. То есть даже на уровне индивида это очень важная составляющая, но если эта составляющая не выходит за рамки семьи или ближайшего окружения человека, ее корректнее все-таки называть творчеством, а не искусством. Творчество это то, что направлено самораскрытие человека, в то время как искусство это самораскрытие социума через отдельно взятого представителя. То есть выявление теневых моментов может быть как болезненным, так и нет. То есть конфликт и так скажем восприятие нового не всегда порождается какими-то взрывными реакциями. То есть мы можем если нам что-то скажут о себе, что мы вытесняли, на самом деле и удивиться, а не просто кинуться с кулаками на этого человека. То есть здесь степень болезненности этого момента тоже важную роль очень играет. Вот. То есть и так скажем градус напряжения тоже различный. Это может быть просто так скажем негативное отношение, какое взял на себя Арнольд Щелберг к примеру. И до сих пор его музыка исполняется значительно меньше, чем у учеников. Потому что он на себя взял первый удар и общество до сих пор с определенной опаской относится к его музыке, хотя его музыка конечно несоизмеримо ближе творчеству Брамса, чем музыка того же Веберма. То есть это та музыка, которая так скажем не столь радикально отличается от культуры 19-го столетия. Он не избавился от жанровости в музыке, он не изобретал каких-то новых типов фактуры. То есть с точки зрения фактуры возможно даже какие-то сонаты Метнера и то более радикальны, чем фактура Щенберка. Щенберк лишь в одном направлении двигался в себя вперед в интонационном ну и ладо гармоническом как вытекающий из него. И однако это фигура которой пугают маленьких начинающих музыкантов, фигура которую называют студенты на лекциях, на ответах своих, на экзаменах, когда им включаешь любую современную музыку, хотя эта музыка может быть действительно несоизмеримо современнее, эта музыка может быть 21-го века или конца 20-го, если им кажется, что это совсем что-то непонятно, первое, что им приходит в голову, что это Арнольд Ченберг. И это тоже не случайно, потому что это тот человек, который действительно взял на себя вот этот первый удар, взял на себя функцию козла отпущения, и в этой связи весьма характерны его слова, когда его спросили, как ему удалось стать Арнольдом Ченбергом, когда он ответил, что никто не согласился, вот мне и пришлось. Следующая функция искусства это порождение новизны, новизны, как адаптивной функции к приспособлению, к реальности, то есть реальность не столь часто, но радикально может меняться, это касается и животного мира, когда там, где были моря, может стать пустыня, или наоборот. И в данном случае то, что человеческое сообщество до настоящего момента всегда справлялось с этими катастрофами, катаклизмами, только благодаря тому, что человек всегда уделял значительное место на визне. Он не скатывался в механистическое подражание, и какой-то процент своей деятельности всегда отводил на порождение нового. И это новое очень и очень важно. То есть если не будет порождаться новое, выстроится действительно идеальная антиутопия, антиутопическое государство, которое рухнет при первом же катаклизме. Потому что если все будет поставлено на роботизацию, которая сейчас на самом деле идет, активно идет изнутри, достаточно посмотреть на распространяющую систему тестов, которая представляет собой бинарный код в чистом виде. Ответ да-нет. И естественно такая роботизация, если все будет сведено к простейшим ответам, только к ним, то любой катаклизм, любое смещение точки зрения приведет к катастрофе. То есть выживших будет ноль. И здесь другая всплывает функция искусства, которую я назвал функцией экзистенциального выбора. На первый взгляд это действительно одно противоречит другому, потому что экзистенциальный выбор это действительно выбор по принципу да-нет. Но сделать его правильно можно только в том случае, если вы уже натренированы виртуально. Именно эту функцию выполняет искусство. Понимаете, если не будет искусства, экзистенциальный выбор в каком-то случае это 50 на 50. Это 50 на 50. В каком-то случае человечество может повести, и оно сделает тот выбор, который сохранит его физическую, биологическую жизнь, в каком-то случае может не повести. Да и тогда уже ничего просто дальше не будет. Потому что понятно, что цели у эволюции никакой нет. Просто выжили те, кто выжил. И поэтому сейчас мы такие, какие есть. А нет, так как очень многие религиозного толка мыслители пытаются скрестить христианскую телеологию с дарвинизмом по типу, что у эволюции есть цель усовершенствования человека, но просто те, кто были несовершенными умерами. Вот и все. Понимаете, очень простой ответ на самом деле. Устраняя цель, мы не теряем ничего. А значит, как гласит Бритва Акама, нужно отсекать лишнее. Более изящно будет тогда наше высказывание. И, соответственно, в экзистенциальном выборе нужно тренироваться. И такую тренировку и дает нам искусство. По сути, это своего рода виртуальное пространство, как сейчас готовят пилотов, как сейчас готовят военных работающих, управляющих современной боевой техникой. Их готовят на компьютере. Они моделируют боевые действия, чтобы в последующем их применять в реальной практике, потому что в реальной практике они будут применять только один раз. Либо он победит, либо его победит. Все. Других вариантов не бывает. Некая виртуальная тренировка повышает шансы сделать верный выбор, когда он возникнет. Поэтому только, опять же, внешне может показаться, что функция экзистенциального выбора, то есть функция или-или противоречит понятию порождения новизны, как постоянные альтернативы. На самом деле это спайка, это одно и то же. Это разные аспекты одного и того же, что предлагает для нас новое искусство. Заметьте, я никак не характеризую новое искусство оценочно. То есть я не говорю о хорошем или плохом. То есть если в нем есть хоть что-то новое, не шаблонное, оно уже выполняет все эти функции. И из двух вот этих составляющих порождения новизны, как адаптивности и экзистенциального выбора, как крайнего случая, во имя чего это все делается, вытекает точка бифоркации. По большому счету единственное место, где мы действительно можем применить свою волю, свой выбор и как-то повлиять на реальность. Потому что выбирая нравится, не нравится, хотя бы на таком примитивном уровне мы порождаем новую культуру. Входит это как часть составляющей нашего бытия или не входит? Берем мы билет на этот фильм или мы его игнорируем? Берем мы билет на концерт этого исполнителя, который приезжает с новой программы, с премьерами, или мы его игнорируем? Второго такого концерта просто может не быть. это значит, что мы сделали выбор и сделали выбор для культура. То есть в данном случае именно премьера дает радикальное наше вмешательство в реальное бытие человеческого сообщества. Это не так многие люди осознают, поэтому не так многие ходят, чтобы действительно свой голос отдать за то или иное сочинение. Не так многие ходят даже на выборы политического толка. В данном случае если выборы политические бывают разные, бывают честные и нечестные, они бывают и разного уровня иерархического, то здесь выбора нечестного быть не может. То есть если вы пришли, если вы досидели, если вы пришли и досидели и даже никому никакого мнения своего не высказали, значит вы за. Это как приводил пример Александр Смулянский в одной из своих лекций про христианство. Если вы ходите в церковь и там про себя молитесь Люциферу, то вы отличный православный, образцов просто. Потому что вы приходите и даете пример другим, что в качестве массы вы ее образуете. В качестве чувства соборности. Если вы никому про это не рассказываете, на случай вы отлично выполняете функции члена этого сообщества. Здесь то же самое. Если вы ходите на все концерты современной музыки и никак их даже не комментируете, досиживаете до конца, аплодируете и уходите, естественно вы поддерживаете этот финал и в данном случае этим выбором мы меняем не только сообщество, но мы меняем естественно прежде всего себя. То есть если речь заходит о новом искусстве, но не искусстве премьерном, зоны новизны разные, есть зоны в которых выполняются вот эти пиковые функции, есть зоны когда искусство уже не только что написанное и тем не менее оно еще не вошло в культуру как феномен приравненный к высшей ценностной категории. До сих пор ведутся споры даже о творчестве Инди Орхова, который уже скончался достаточно давно. Для меня это понятно, что эта фигура неоспоримая, но в искусствоведческих серьезных причем искусствоведческих дискуссиях ведутся даже споры на эту тему. Так что есть определенная зона даже лет в 50, когда эта новизна постепенно утрачивается и выходит, выявляется момент культуральной ценности. Там уже будет все равно, было ли это сочинение изначально совсем новым, или это сочинение было частично новым. Если оно занимает вот эту нишу, оно будет ее нести и далее. И любопытный момент, те сочинения, которые наиболее были для своего времени новые, они, как правило, не остаются как ценностная значка. То есть, все-таки, вот эта составляющая, она должна быть так или иначе уравненная. Потому что мы знаем, что делал Голышев с своими шумовыми оркестрами еще буквально сразу же после Первой мировой войны. Это же как бы революционные вещи совершенно, но его фигура нулевая фактически для истории. Эта фигура почти полностью забытая. мы скорее вспомним шумовые оркестры Карла Орфа, который это же будет делать намного позже, потому что Карл Орф это автор как нет Бурана. И это не случайный момент. То есть, все пиковые явления, наиболее новые для своего времени, как правило, если они более новые, чем охранительные, они именно такие места прорубают нишу для дальнейшего развития, но они не могут удержаться как культуральная ценность. Это очень сложный амбивалентный феномен. И найти примеры можно фактически во всей эпохе. Есть всегда у каждого так скажем мессии свой притеч. притеча и этот притеча будет не столь же известен, как собственно тот, кто остается в истории как носитель нового искусства. И до Бетховена были созданы уже многие вещи, да, по сути, бетховенский оркестр был сформирован. И то, что мы знаем, как стиль этого автора, это в принципе стиль венского классицизма начала 19-го столетия. Фигур можно много назвать, которых я даже не уверен, что вам эти фамилии хоть что-то скажут. То есть речь идет о том, что в истории выбираются те фамилии, которые могут это еще и контейнировать, а не только обновлять. Искусство. И в данном случае получается структура сама искусства и сообщества во многом близка структуре психической жизни человека как таковой. С одной стороны это невротическая маска, маска персоны нашей, которая призвана выполнять адаптивную функцию прежде всего. Это репрезентативная функция, адаптивная функция. С другой стороны, если эта невротичность становится тотальной, полной, если она замыкается, это очень печально, очень тяжело может последствия приводить. С другой стороны, если это фактически полное, ни с чем не сдерживаемое выражение психотического типа, то здесь тоже речь истей не о чем. И в одном и другом случае мы имеем больного человека. С обществом происходит примерно то же самое. Искусство должно его обновлять, но обновлять не разрушая предшествующие. То есть своего рода постоянное проростание, проростание чего-то нового и что мы будем холить или леять, это зависит естественно прежде всего от нас и от нашего знания и доверия тем мастерам современного искусства, которые сейчас есть. Я, например, никогда не рискну критиковать мастеров в тех отраслях, которых я не считаю себя достаточно компетентным и я побоюсь просто вынести свое окончательное решение. Если я не смог понять автора, вполне возможно, что просто моей эрудиции не хватило для того, чтобы это сделать. Но если я прихожу на концерт или прихожу на картинную галерею просто как зритель, как слушатель и я делаю выбор не для прессы, я делаю выбор не для обзора, а лично для себя, я должен решить, нравится мне это полотно или не нравится. Буду я еще раз приходить на этого автора или не буду. И в данном случае мы две роли сразу в себе несем. С одной стороны, мы приобщаемся к новому через мнение специалистов, особенно это просто сейчас сделать в кино, киноискусстве, есть очень много компетентных кинообзоров. И с другой стороны, мы лично сами решаем для себя. Нам схвалил тот или иной кинокритик, киноленту, мы посмотрели, нам не понравилось. Мы решили, что да, может что-то не поняли. Мы посмотрели вторую киноленту этого режиссера, нам снова не понравилось. Мы имеем полное право выбрать, больше не иметь контакта с этим кинорежиссером. обладаем правом выбора не принимать это искусство. Но попробовать принять то, что рекомендует специалист, мы естественно должны. Так же, как мы это делаем, когда обращаемся за помощью к врачу. Повторюсь, когда занимаемся самолечением, мы опять же пользуемся мнением компетентных специалистов, читая состав лекарства, от чего оно помогает. они руководствуются исключительно нашей интуиции. Например, название препарата понравилось в аптеке. Нам показалось, что оно обязательно нам поможет. Или у нас такая болезнь, которая на ту же букву начинается, что и препарат. Это возрожденческая система мышления. И в данном случае я бы хотел закончить на следующем. то, что искусство сейчас очень сильно недооценивается, недооценивается его совершенно колоссальный потенциал. Дело в том, что искусство это речь, вне зависимости от того, это искусство слова, искусство музыкальное или искусство визуальное, оно так или иначе связано с речью. Речь может быть речью жеста, речью звука. и пространство речи на самом деле очень ограниченное пространство, оно небольшое. Мы полностью в него погружены, речи несоизмеримо больше, чем мы сами, но сама эта речь тоже в каждую отдельную эпоху конечна. И погружаясь в это пространство, мы не можем оценить то, насколько мы зависимы от него. И выбирая ту или иную речь, тот или иной тип окружающего нас искусства, по большому счету, мы отдаем себя повладение тому или иному, как бы сказали в эпоху политеизма божеству, своего рода, то, что превосходит человека, не обладая каким-то субстанциональным телом. и здесь очень важно понять, что с одной стороны речь нас полностью определяет, с другой стороны только присутствие на моментах новизны, которые очень-очень редко встречаются в нашей жизни. Далеко не каждое новое сочинение в себе новое хоть что-то несет. Только сталкиваясь с этим моментом новизны, мы можем повлиять и на саму эту речь. Сделав выбор в эту сторону, или в другую. То есть, помните, на первой лекции я вам показывал сверхдетерминацию Тюсера, говорил, что есть господствующее означающее, которое определяет всю неустойчивую конструкцию. Да, кажется, что это своего рода утопическое государство, где есть некая иерархия, некий диктат этого господского означающего на всех его членов, но эта субстанция, она нестабильна. И только в моменты выбора мы можем повлиять на то, что само господское означающее сменится, оно станет другим. Мы можем это сделать либо сознательно, либо бессознательно. Когда мы делаем что-то интуитивно, полагаясь якобы на наше собственное мнение, насколько оно собственное, можно проверить, ли хоть через интернет-сеть. Достаточно почитать поздравления с днем рождения близких вам друзей, насколько они будут оригинальны. Можете просто зайти на любую стену и убедиться в том, что человеческий субъект ему почти отказан в оригинальности. Абсолютно. В данном случае руководствоваться можно только с опорой на мнение тех, кто в этой области компетентен. Во-первых, мы должны доверять автору. Доверять автору в творчестве его, в его поиске. А во-вторых, мы должны сделать свой выбор. Не игнорировать его, не бежать его. А, естественно, человек, который ходит только на концерты или в картинные галереи с проверенной классикой, поверьте, этот человек не смог бы сделать выбор за или против этого сочинения, когда его исполняли впервые. Он бы сбежал к тем сочинениям, к тем произведениям, которые были созданы еще на 100 лет раньше, еще на 100 лет раньше. Это, по сути, такая невротическая регрессия, которая иногда сводится просто к навязчивому неврозу со всеми даже обсессивными вытекающими. Достаточно посмотреть на программы современных филармоний, где значатся две симфонии, 6-ая Чайковская и 3-я Рахматинова. Вы можете себе представить, если в Москве на филармонические концерты ходят так или иначе разные люди, потому что сюда очень много приезжает гостей из других городов, то в городах поменьше, естественно, на филармонические концерты ходят примерно одни и те же люди. И ежегодно они слушают 6-ую Чайковского и 3-ю Рахматинова. И более того, вам скажу, они будут ходить преимущественно на эти сочинения. Это невроз навязчивости, ритуализированность вот этого представления в чистом виде представлено. Это когда человек боится выбора, боится изменения как огня. Потому что из ситуации выбора нельзя выйти не выбравшим. И он сбегает от этой ситуации выбора. Понятно, что эта ситуация так и не решается. Если бы можно было решить ситуацию просто бегством в себя по типу знаменитого мифа о страусе, который засовывает голову в песок, это, конечно, бы замечательно, если бы она действительно решалась в этой ситуации. Но ситуация отсрочивается. А чем больше она отсрочивается, тем становится тяжелее. Это как тектонические пласты, которые могли бы просто сползти, и ничего бы не произошло. Но если они очень долго копят напряжение, это разражается в итоге катастрофой. И на этой весьма оптимистичной ноте я бы хотел сегодня свою лекцию закончить о том, что если у нас и есть право и возможность выбора, то эта возможность выбора появляется только в тех редких моментах, когда мы сталкиваемся с новизной. потому что не новое, оно уже выбрано. Оно уже выбрано и выбрано не нами. Да, какие есть комментарии возможно. новизны. Вот если не новое произведение, но новая постановка совершенно другая. В данном случае нужно оценивать это двояко. С точки зрения самого произведения, безусловно, новизна нулевая. Если это, допустим, та же самая пьеса Чехова или та же самая опера Верди. С точки зрения работы режиссера, конечно же, это новое произведение. Но здесь есть целое лично опять же мое мнение, которое не претендует ни на какую объективность. Очень часто я сталкиваюсь с ножницами в противоречии, то есть когда режиссер действительно хочет поставить проблемы окружающего нас реальности, то есть проблемы современные и для этого привлекается искусство, то есть драматургия или оперный спектакль, который к этим проблемам не имеет ни малейшего отношения. И в данном случае возникают ножницы в самом том гибриде, который то есть публика получает в итоге мутанта. Мутанта, который с одной стороны отсылает нас к проблематике, которая не имеет уже места никакого в современной жизни, но в частности социальная проблема женибы фигуры, как таковая. то есть опера это не просто красивая мелодия, это опера, которая по большому счету породила великую французскую революцию. Это опера, которая выражала колоссальный социально значимый потенциал. То есть проглядев пьесы бомарше и воплощенную партитуру Моцарта собственно французская корона и лишилась. Еще из-за одной головы вместе с ней. То есть когда мы сейчас исполняем оперы того же Моцарта, мы воспринимаем лишь сотую долю того потенциала, который был заложен в это искусство. То есть осталась сохранительная функция, она-то осталась культуральная, но это только часть того, что может делать искусство. Чем больше сохранительная функция педалируется, тем ближе она, как вы сами понимаете, к неврозу. Чем меньше она педалируется, тем ближе это состояние к психотическому параллему. Это тоже не здорово. Здесь необходим баланс, баланс такой, где одно не будет разрушать другого, при том, что это взаимоисключающее финансовое. Вот это сложно. И именно эта борьба, эта неуместность современного и обозначена Галаром Бахтом, по большому счету современного ему нет места. Когда оно выполняет свою функцию, оно тут же исчезает из времени, это уже не современно. А когда оно еще не выполнено, его тоже нет, ему тоже нет места. И вот эта невозможность, это отсутствие во времени и есть вот эта необходимая подготовка к экзистенциальному выбору. Это некая альтернатива, маячащая здесь и выполняющая свою функцию в те критические моменты, которые возникают в культуре или в жизни отдельно взятого локуса, или в жизни общества, того, что мы называем цивилизованным миром как таковой. В данном случае естественно противоречие налицо и если бы эти же режиссеры для своей идеи обратились к творчеству современных авторов, современных художников, современных композиторов, естественно их идея могла бы быть реализована несоизмеримо более эффектно, несоизмеримо более ярко, потому что все средства задействованы в этом постановке, это как правило речь идет о синтетических жанрах, потому что драма это тоже синтетический жанр, это не литература ни в коей мере, и эти элементы не должны противоречить друг другу. Возможно есть еще какие-то вопросы, может по прошлым лекциям. Вот продолжаем вашу аналогию о таблетках, да? Как условно говоря можно понять, что таблетка тебе помогает, ты всего лишь одну выпил? То есть как можно понять, что произведение понравилось тебе, только лишь прослушав его, допустим, на премьере? Ну условно говоря, если ты, допустим, не знакомств послушал послушал его, послушал этого, и все равно таблетка анализ, как ни крути, даже у одного автора, они все-таки разные таблетки, как можно понять, что ты принял это произведение или нет, лишь один раз его послушал. Иногда бывает так, что оно тебе сломанно нравится, но сразу нет, но иногда трудно понять вообще свои ощущения, как ты их отследить. безусловно, это очень хороший вопрос, это проблемная ситуация, на которую я побоюсь однозначно ответить, потому что это непросто, но я лично считаю, что человек может примерно оценивать свою динамику на протяжении по крайней мере года или двух, здесь речь не может идти о одном концерте. Бывают такие случаи, редкие случаи, история их нам сохранила, когда человек прочел тот или иной роман или послушал то или иное сочинение, например, решил радикально поменять свою жизнь, бросить все и пойти в другую профессию и так далее. Такие есть примеры, но чаще всего все-таки на нас произведения даже очень сильные, не действуют так, как действуют химпрепараты, когда можно от одной таблетки просто сразу же воздействие это оказывается очень-очень устойчивым, очень длительным. Человек, который формирует свои пристрастия в области искусства, по большому счету именно этим он себя и формирует. А что мы есть, кроме того, что мы производим? А что мы производим? Мы производим речь. Ничего другого мы не производим. То есть жесты это тоже речь. То есть мы субъекты, производящие речь. И ту речь, которую мы выбираем в виде искусства окружающего нас, это и есть мы. Поэтому естественно динамика скажется в процессе. И поэтому и важно прислушиваться к мнению компетентных специалистов, а не только руководствоваться своим мнением. Это опять же очень сложные ножницы, очень сложное противоречие. Я по большому счету говорю две взаимоисключающие вещи. Мы должны выбрать сами и в то же время мы должны прислушиваться к тем мастерам, которые говорят, что вот сейчас важно это. Понимаете, это не значит, что это исключает вашу возможность выбора. Представьте себе, сколько создается ежедневно, ежегодично произведений искусства. Из них предположим 99% простите, вы просто как мнение специалиста компетентного как одного из членов правления союза композиторов. То есть 90% из этого это хлам. В прямом смысле слова. Там процентов 80% из этого не имеет в себе новизны вообще нисколько. Часть из этого имеет только новизну. Но слава богу хоть это есть. Это тоже неплохо. Это как в работе научной бывает новизна, бывает актуально. может быть новизна очень большая, например, болеет ли полоток, тон, гриппом. Актуальность нулевая, за что и была присуждена шнобелевская премия за эту конкретную работу. Или, например, произошли ли люди от дельфинов. Есть, например, один энтузиаст в Петербурге, который изо всех сил пытается это доказать, тратит свои деньги на это и по большому счету, даже если окажется, что он прав. И что? Это как-то может поменять нашу с вами жизнь. А как теория Дарвина что-то поменяла? Мог сказать, что бы произошло. Теория Дарвина не в этом революционная. Заходят коротов. Честно. В данном случае теория Дарвина обратила процесс с процесса точки исхода в процесс направленный вперед. То есть раньше наиболее ценное, наиболее адаптивное считалось в отдалении, в прошлом. Даже работы еще 19 века серьезных ученых говорили о том, что типаж человека нужно искать в прошлом. Золотой век, век Сатурна. То есть чем старее, тем значит мудрее. То есть вся мудрость человечества была где-то давно то, что Платон называет припоминанием. А сейчас мы постепенно это утратили. Единственное, что мы можем, это вспомнить хотя бы отголоски той былой мудрости, которая была когда-то. А Дарвин перевернул эту ситуацию. То есть просто то, что было неадаптивно умерло. Поэтому каждое новое поколение оказывается более и более адаптивным. Вот и все. То есть в данном случае обезьянах не имеет к той революции, которую он производит, никакого значения. Хоть это китов. И вот в этом-то и есть разница между актуальностью и новизной. Потому что в той же научной работе новизна может быть стопроцентной, актуальность нулевой. Или наоборот. То есть новизна нулевая, актуальность даже будет востребована. Так по большому счету да простят меня коллеги, делаются большинство учебников. То есть новизна нулевая. А структуральность большая. То есть они же востребованы как учебного красоты. То есть та или иная степень перекомпиляции ныне не навязана как учебный собрана информация. По большому счету с этим как бы можно соглашаться, можно нет, но обучение по определению не может носить характер обучения чему-то новому. Это огранительная функция. Наука она либо гипотетична, либо она устарела. А гипотезе учить нельзя. Поэтому естественно то, чем учат даже как новой науки, это уже устаревшее знание. Даже то, что я читаю здесь по основам научных исследований, где я даю новейшую методологию, это тем не менее методология, которую по большому счету в новаторских разработках пользоваться уже нельзя. Это методология, которая была выработана самими этими авторами. Это блистательные фамилии, многие из них еще живы, но они представляют ее. Навряд ли вы сможете составить им в этой же отрасли конкуренцию. К тому же славую жижику хотя бы, или Джорджа Гамбана. Поэтому здесь момент очень спорный. Вот эта чаша между новизной и культуральной значимостью, охранительностью, она всегда присутствует. Поэтому когда вы контактируете с новым искусством, это может быть не только премьера как таковая, то что называется мировой премьерой, это может быть и премьера лично для этого локуса, там босковская бывает премьера, российская премьера. Вы можете пользоваться и должны пользоваться мнением специалистов, потому что смотрите, вы не можете отслушать те тысячи произведений, которые создаются ежегодно. Достаточно отличный пример, великолепный пример этой лаборатории фестиваль московской осени. Он идет уже почти 40 лет. Каждый ноябрь каждый ноябрь дается примерно 300 премьер. На котором кстати тоже много шлорков. О чем идет речь? Это лаборатория. И тогда становится вопрос о том, каким специалистам доверять и каким специалистам прислушиваться. Естественно специалистов много, так же как и в медицинской практике. Когда вы читаете в одном журнале, даже в профессиональном медицинском журнале, что от того-то или иного заболевания помогают то-то-то в следующем выпуске этого же самого журнала вы можете прочесть информацию прямо противоположную. Только в дешевых журналах по типу того, что сейчас любят постить в интернет сообществах обычно не дают ссылку на автора. В профессиональных кругах понимают, что это мнение. Это не истина в последней инстанции, а мнение того или иного специалиста. И они всегда противоположные эти мнения. Это обычно выдается за некую современные врачи считают. Советскую эпоху особенно было модно анонимное высказывание. Российские или советские ученые сделали то-то и то-то. Но естественно тогда была цель другая, чтобы этих ученых просто не убрали спецагентов. Особенно если это ядерная программа и так далее. здесь речь идет о том, что нужно доверять мнениям специалистов желательно многих. То есть понимаете, если вы наложите, нарисуете некий круг, вот есть поле, о чем-то говорят профессионалы, профессиональные критики, известные авторы, известные авторы из других отраслей, у вас это поле сузилось. А из этих кругов оказывается несколько сочинений в каждый год, о которых говорят и хвалят все эти специалисты. Большая их часть предположена. Вот ознакомьтесь с этим. Более того, если вы послушали или посмотрели ряд работ, которые рекомендовал тот или иной критик, и вам ни одна из них не понравилась, вы имеете полное право на этот самый экзистенциальный выбор. И вы можете в следующий раз доверять мнению другого кинокритика, музыкального критика, композитора и так далее, которые советуют вам то или иное произведение, то или иное исполнение произведения. И в данном случае нужно доверять еще и самим авторам. Если вы слушаете интервью, слушаете на речь этого автора, насколько он убедительно говорит, насколько вам близка его позиция, насколько вам кажется, что он действительно может сделать что-то новое, яркое. Но вы можете обратиться к мнению профессионалов, допустим, если вам тот же подгайц посоветуют сходить на какой-то концерт, или он у себя в сообществе на стене приглашает на какой-то концерт и рекомендует его к посещению своим студентам или просто музыкантам. Есть другой лагерь, допустим, Владимир Григорьевич Тернопольский или группа сопротивления материала. Это совершенно разная музыка, но это профессионалы высочайшего класса. Я же не хочу сказать, что искусство все должно быть одинаковое. Спасибо вам, что один из этих векторов во что бы ни стало, а должен задавить все остальные. Да нет. Мы уже пережили, надеюсь, эпоху тоталитаризма, больше к ней не вернемся. То есть дай Бог, чтобы искусство было различным. Оно может быть хорошим и плохим. профессиональным и непрофессиональным. Но выбор остается за нами. Если мы сделаем выбор в пользу непрофессионального, как это было в случае с выбором сирийского целлюльника из всех опер России. Я не хочу сказать величайших композиторов, но он сам ее не в гороши не ставил. Понимаете? Это опера, которая создавалась на коленке. Не только им причем, потому что не успевали совсем к сдаче. Например, вот этот выбор это выбор, который определил будущее. Понимаете? И вполне возможно, что наше настоящее оно было бы другое, если бы когда-то был сделан другой выбор в пользу другой комической оперы, другого композитора или этого, но другой оперы. Понимаете? То есть само искусство могло бы быть иным, каким мы уже сейчас никогда не скажем. Но мы можем его поменять вперед. И дай Бог, чтобы его столпами культуральными стали те вещи, которые являются высокопрофессиональными, те вещи, которые действительно привносят не только новизму, но и что-то важное в жизни сообщества человеческого. Есть какие-то еще вопросы? Может быть по прошлом для акциента? У меня есть вопросы, еще я хочу сказать, потому что я думаю по поводу различия творчества и искусства. Это просто разные, в некотором смысле разные сферы, которые могут сталкиваться. То есть творчество может проявляться вне искусства, а искусство может быть нетворческим. И соответственно, просто вот эти два вида искусства, которые вы написали, я их просто для себя могло назначить как нетворческое искусство и творческое искусство. То есть последнее это первое и второе разновидность. И по поводу нарезны, вот это очень интересное спасибо, что вы об этом сказали, по поводу значимости нарезны. Но вот вы сказали, что нарезна дает возможность развития. И вопрос у меня первый, который у меня возник, это здесь идет речь о развитии только социума или здесь может идти речь о развитии одного индивида? То есть это новизна значима для общества или для индивида? Ну то, как я вы помните, как разграничил творчество и искусство между одним или малой группой и всем сообществом в целом, конечно же новизна в одном случае может быть значима для отдельного человека. По большому счету достаточно привести в качестве примера того же Красную книгу Юнга, которая для него была колоссальную роль выполнила. В то время, что для общества все выводы, которые есть в Красной книге сыграли роль не через нее. То есть это те выводы, которые мы знаем через последующие работы Юнга, работы научной, не дневник, который он никому не показывал, который был закрытой книгой, который обнародовали относительно недавно, и после смерти его родственники не хотели публиковать эти материалы. То есть получается какой-то материал, если это творческое событие, событие внутреннее, он может через новизну, через осознание в себе чего-то ранее неизвестного менять человека. По большому счету высшая цель творчества, то, что Юнг называет индивидуацией, в этом и заключается. То есть человек через приобщение к новому, новому порождаемому из самого себя и приобретает нового себя, он себя сотворяет. В одном из религиозных текстов в гностической месте есть замечательное обращение к Богу, которое гласит следующее, буквально, «О ты, кто есть я, помимо всего, что я есть». Вот это в чистом виде новое, претворяющее, изменяющее отдельно взятого человека. Искусство же, по большому счету, может не изменять его творца даже. Он может быть не включен в этот процесс, но оно изменит социум, как таковое. То есть, мы знаем, как по-разному авторы оценивали свои сочинения и как на самом деле их оценивают общество. То есть, очень часто это будет прямо противоположный взгляд, когда автор считает, что это сочинение ну так, среднее, а другое наоборот ценное, а де-факто считается прямо противоположным образом. То есть, на данном случае автор может быть даже не включен в этот процесс или почти не включен. Искусством, порождающим новизну, я все-таки считаю искусство, преобразующее массы, преобразующее социум, а творчеством отдельно взятого индивида или малую группу, то есть, ближайших родственников, друзей. Понятно, что терминология типа творчества, искусства весьма условна. Можно это назвать по-другому, можно, как у всех циферки ставить, знание 1, знание 2, знание 3. Здесь речь немножко не об этом, здесь речь о том, что я бы хотел провести сегодня своего рода некую деконструкцию понятия искусства, которое оказывается противоположной множественно в самом себе. Мы очень часто называем понятием искусства все подряд, так же, как мы часто называем культурой все подряд. Например, мы можем сказать, что вот этот человек некультурный, потому что он использует мат, ненормативную лексику. был ли некультурный Иосиф Бродский, который использовал ее в лучших своих достижениях, в лучших своих сочинениях. Тот же самый Пушкин, если это у него все-таки маргинальные работы, не имя он стал известен, то у Бродского это в его наиболее знаковых работах. И тем не менее, Бродский это тот, кто получил Нобелевку, это тот, кто является знаковой фигурой для вообще поэзии, не только российской поэзии 20-го столетия. Или тот же Ахто, который по сути безумец. И порождает совершенно уникальные, преобразует сам язык. Являются ли эти люди не культурными? И с другой стороны, есть такая культура, на которую, как известно, гранты дают. Которая ничего, кроме порождения штампов, вписываемости в модель этого гранта не дает нам. То есть, разделение культуры, также можно произвести некую деконструкцию искусства. С одной стороны, это то искусство, которое действительно преобразует людей, которое порождает будущее. С другой стороны, это то, что мы называем, тоже человек говорит, что он занимается искусством, человек искусства, а на самом деле он в принципе в лучшем случае меняет самого себя. В лучшем случае меняет самого себя. Это на самом деле очень страшный искус. Люди, которые проходят арт-терапию, это люди, которые в большинстве случаев, простите за термин, просто сносят крышу, и они начинают считать себя выдающимися творцами. Я имел обширную практику общения с юнгианским сообществом, не только российским, американским, и очень редко, когда за этим стоит что-то ценное и стоящее. Зато претензии у этих людей и амбиции на то, что именно искусство колоссальное. И именно поэтому я и решил разделить на творчество и искусство, чтобы просто обозначить, что этим словом нельзя называть и одно, и другое. Есть значимое для одного и значимое для всех. Сейчас просто в самой культуре нету таких тайничков, тайных шкафчиков, из которых бы достали восьмую симфонию Шуберта, и она бы поменяла весь мир. Сейчас переинформация в обществе настолько большая, что этого шкафчика по определению ему места нет. Даже если там есть эта восьмая симфония, еще в ста экземплярах лежит, понимаете? Его не достанут и не исполнят, и она не поменяет. И если искусство не меняет мир сейчас, через десять лет оно уже не будет способным поменять, сейчас темп иной реальности как таковой. Поэтому тот же Вольфганг Кримм говорит о том, что мне абсолютно все равно, что с моей музыкой будет после моей смерти. Она должна сейчас выполнять свою функцию. Понимаете? Потому что если она сейчас не выполнит свою функцию, то после его смерти она уже не будет никакой функции выполнять. Сейчас он ее хоть откорректировать как-то может. Он понимает, куда он ведет немецкую музыку. Один из тех немногих, кто ее действительно может вести, кто может ее куда-то двигать. или как сказал другой немецкий автор ныне уже к сожалению покойный Ганс Верна Хенце, что традиция это то, что идет от. Это то, что движется от чего-то. Вот от чего мы движемся, от чего мы отталкиваемся. Это и есть традиция. Поэтому традиция Петховена или традиция Скрябина чтит не тот, кто копирует Скрябина, а тот, кто максимально от этого пытается выйти. Вот он продолжает традиции Скрябина, продолжает традиции Лакана, сейчас пожалуй единственный это Александр Смулянский, который не боится менять идеи Лакана, который не превратил их в законсервированное целое. Так же как традиция Петховена, традиция радикального обновления, традиция Андреевского оркестра, особенно в народном, оркестре это наиболее характерно, что они играют по сей день, они играют того же самого Андреева, понимаете, в то время как Андреев бегал и упрашивал самых современных композиторов на тот момент написать музыку для его оркестра, римского Корсакова, которого знали во всем мире, который входил в число наиболее ярких новаторов наряду с Лихреном Штраусом в конце 19-го столетия, его Глазунова, чтобы они написали музыку, то есть человек, который заботился о новом искусстве и писал сам свои вещи, которые по тому времени были не настолько архаичны, каким они кажутся сейчас, только потому, что эти авторы писали ему по одной-две пьесы, понимаете, А вот сейчас эти люди называют себя продолжателями традиций Андрея. Традиция это не то, что консервируют, традиция то, что идет в порт. Допускается ли в случае сексуального экзистенциального выбора, о котором вы говорили, допускается ли возможность избежать его таким образом, чтобы отнестись к премьерному исполнению нового произведения, отнестись просто бескрестрастно с точки зрения наблюдателя не используют эти категории нравится или не нравится. По большому счету это третья позиция, которая есть в любом выборе. Мы выбираем за, против или не выбираем. В данном случае я не думаю, что это меняет как-то экзистенциальный выбор, потому что если мы не выбираем, это не значит, что в этот момент выбор не происходит. Это значит, что мы просто делегируем свой голос остальным. Вот и все. Выбор все равно произойдет. А зачем мы так делаем? Это уже спорный вопрос. Это уже вопрос к психотерапевтам. Есть замечательная кинолента «Таинственный лес». «Виллэдж», она называется «Ушьямалана», о том, где люди решили уйти от современного мира, причем мы это узнаем только в конце ленты, в лес, и они создали деревню по образцу 19-го столетия. Там нет ни интернета, ни сотовой связи, там исключительно все средства, которые были в 18-19-ом столетии. И для того, чтобы поддерживать эту деревню в изоляции, этим людям приходится просто придумывать совершенно фантастомоголическую картину окружающей реальности, ужасающую картину, и мы видим, что бегство от реальности на самом деле приводит к еще более катастрофической реальности. То есть попытка уйти из мира, не решение проблем здесь и сейчас, она приводит к еще более страшной ситуации. То есть мы никогда не сможем вернуться в прошлое. Даже так называемая регрессия, это лишь в примитивном синематографе часто показывают или там в женских журналах, что человек, когда он регрессирует, он возвращается на некую детскую стадию. Любая регрессия это не откат назад, это добавление к нынешней ситуации предшествующих психических восприятий. Это более сложная модель реакции, именно она и мешает человеку адаптивно работать с этой ситуацией. То есть в данном случае тот же самый минимализм никогда нельзя считать явлением возвращения к чему-то, да ему возвращаться не к чему, да по большому счету. Это явление сугубо модернистское в этом смысле. То есть любая реакция на современность она в любом случае современна. Мы не можем отреагировать на нее манерами 18-го столетия. То есть мы в данном случае реагируем на нее исходя из этой, из нашей ситуации, из того, как мы знаем, что есть манера 18-го века. Это более сложный кульпит, а не более простой. Как в случае допустим с тем же минимализмом или новой простотой это рабочий модель. В случае с тем, как это обычно называется старческим маразмом или всевозможными страшными регрессиями невротического типа, они, естественно, не адаптированы. То есть естественно регрессии не проще. У нас нету некого ступеня, по которому мы восходим к некому другому состоянию. То есть была ступень примитивного общества, и мы постепенно вошли и можем якобы спуститься на одну ступеньку назад. Да не можем. Время не так выглядело. То есть мы все равно будем сталкиваться с реалиями современной жизни. Другое дело, что мы будем на них реагировать как современный субъект, который пытается на них отреагировать с помощью предшествующих составляющих. Поэтому в большинстве случаев это несоизмеримо большая трата энергетического ресурса на такое делегирование своего голоса кому-то другому, чем просто возможность столкнуться с выбором лицом к лицу. На самом деле от этого выбор не изменится. Просто человек по той или иной причине боится этого самого выбора. Боится выбрать, хотя только в этом выборе по большому счету он является свободным. Это единственный момент, когда он может хоть капельку привнести и повернуть все туда, куда он хочет, чтобы оно повернулось. Ведь он же боится провала, человек прежде всего боится провала, и тем не менее он отдает на откуп другим выбор, в то время как все остальные могут выбрать как раз то, к чему он не стремится. Вот этот парадокс, с которым сложно работать, с которым тяжело работают и психотерапевты, тем не менее это факт, что человек действительно боится выбора. Человек боится просто сказать, что он хочет этого-то, а не другого. Что он выбирает вот это, а не что-то другое. Причем речь идет естественно о выборе осознанном прежде всего. И о выборе, который действительно несет в себе черты экзистенциального. Выбор между Сникерсом и Максом это не экзистенциальный. Поэтому не выбор. Выбор между даже тем или иным ныне развивающимся стилевым направлением, который даже уже может быть имеет ряд почтенных представителей своих, но этот тренд еще развивается. Это выбор экзистенциальный. Потому что от нашего выбора, от нашего поощрения, будь то монетарного в виде покупки записей, похода на концерт или в кино, так и от нашего духовного выбора, потому что мы будем об этом рассказывать нашим близким, своим видом присутствия просто на концерте или в кино показывать, что мы заинтересованы. Естественно, этот выбор осуществляется. А что если вообще теоретически так представить, в любом же мы не потребляем всех продуктов, которые производят, всех трех тысяч новых произведений, но те условно говоря 15-20 концертов, которые мы допустим, на скоте осени, нет еще, мы положительно, ну, например, положительно оценим все. То есть вот нам условно говоря понравится все. Все моменты мы скажем вот, мы выбираем это, 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 и это нас все устраивает. Теоретически это должно привести к тому, что все эти как бы условно говоря направления разобьются, но ведь так не происходит. По большому счету если нам как бы если мы принимаем все в нынешней ситуации, в каком-то смысле это близко очень к отказу от выбора, да, как-то потому что понимаете, если, допустим, представьте себе вполне реальную простейшую ситуацию, вы сидите в жюри на конкурсе, сидит несколько членов жюри и вы должны поставить баллы, вы или допустим на первом туре очень часто даже ставят баллы за против, за против, естественно в данном случае если вы ставите всем одинаково за, то ваш голос по большому счету не играет никакой роли, потому что вы не выбрали в пользу кого-то, а если вы не выбрали в пользу кого-то, то естественно ваш выбор по-прежнему не состоялся, по большому счету если вы вообще туда не пришли, если бы вообще не сдавали этот лист, бюллетень, то произошло бы абсолютно то же самое. Получается, что выбор между да и нет он как раз какой-то осознанный, а между тем неприятием это неосознанный выбор, и это наверное, просто мы сейчас мне кажется говорим немножко о другом, не о том, что вы говорили в лекарствах, в смысле выбор нет то, о чем вы говорили, он сейчас похож на то, о чем мы говорим, то есть об этом неприятии, а если ты не соглашаешься, но не соглашаешься исходя из того, что ты до этого как-то перерабатывал, росли, то это уже получается тоже осознанный выбор, он тоже что-то может родить, то есть это не просто я хочу уйти в то, что было и оставьте меня в покое, в смысле это не вот эта консервативность, не любой осознанный выбор, так или иначе, даже выбор консерватора, а, понимаете, консерватор плох, когда их большинство, но простите, если будет большинство революционеров, то революционерам неожиданно окажется консерватор, потому что в этом вся соль большой и малой традиции, их сопоставления, простите, если бы в начале даже эпохи христианства победила бы не ортодоксия, а победили бы гностики, и совершенно не значит, что не было бы таких же ужасов, как и ужас инквизиции, да, то есть, это еще не значит, что там не было бы других перекосов, совсем другого общества, но это не значит, что общество было бы благим, замечательным, и не было бы никакой конфронтации, понимаете, что всегда есть большая традиция, малая традиция, и именно на рубеже их конфликтной зоны и создается то, что движет искусство, это именно искусство, потому что искусство по определению предполагает контейнирование в том числе. Если это просто новизна, это не искусство. Так же, как если это просто сохранительная позиция, да, как, простите, три великих, в кавычках, произведения, да, в центре Москвы находящихся, памятник Петру, рядом с ним галереи Шилова и Глазунова, да, вот, это позиция сохранительная в чистом виде, да, то есть, наизнатам равно нулю. Но, в принципе, когда это находится в центре, тогда, естественно, речь идет о том, что любой отказ от принятия нового воспринимается как позиция сугубо бегущая от реальности, бегущая от выбора. Но если будет прямо противоположенное, если будет поощряться только новое, а вне зависимости от его, какой бы то ни было хотя бы потенциальной культуральной ценности, то, простите, я встану резко на позицию консерватора. Потому что нужен баланс, нужен очень четкий баланс. Он никогда не установится именно бесконфликтно, это невозможно. Он именно из вот этого трения постоянного и рождается о том, что мы называем искусством, а это искусство порождает культуру. Культуру, которая с одной стороны объединяет все человеческое сообщество, с другой стороны позволяет развиваться. В этом да, ее значение. Поэтому здесь эти да и нет, они могут прямо противоположную роль просто играть. Есть еще какие-то вопросы? все-таки ведь искусство влияет, как вы говорили, на массу, на творчество, на индивидуальную личность. Но искусство и на индивидуальную личность тоже влияет. Ковчеля на сообщество, да. Не всегда же, да, но вообще влияет же на создателя. Если мы делегируем свой выбор положительным, ну, положительным выбирая все, это меняет нас и влияет на нас. В том смысле, что, конечно, это не влияет на сам факт выбора или не выбора чего-то. То есть, мы делегируем кому-то другому. Но на нас влияет приятие всего? Да. Как? Смотря чего. Понимаете, это будет зависеть исключительно с чем вы столкнетесь? Понимаете, принятие всего вы же не можете послушать за свою краткую жизнь все. Вы столкнетесь с совершенно конкретными фирменами искусства. И вот с тем, с чем вы столкнетесь, если вы изначально принимаете все, так это на вас повлияет. Тут уже никто не поручится. То есть, если, допустим, условные и противоположные вещи, они в одинаковые степени будут влиять на меня? Они могут, мне кажется, заставить выбор этот сделать, повлиять таким образом, чтобы подтолкнуть к этому? Могут, а могут заставить отказаться от остроты восприятия и просто принимать все. Понимаете, здесь это очень индивидуально в каждом конкретном случае. Понимаете, нельзя сказать, что произведение может быть сведено к тем трендам, которые оно представляет. Нельзя свести произведение даже непосредственно к самому ему. То есть, я не верю, что существует само произведение искусства, существует произведение искусства, которое влияет на конкретных воспринимающих индивидов. И, соответственно, с чем вы столкнетесь, что вы безоговорочно принимаете? А от этого, конечно, оно повлияет и на вас, и через влияние на вас может повлиять и, по крайней мере, на малую группу людей у вас окружающих. Опять же, если вы отрицаете все тотально, опять же, тот же самый бюллетень, который вы просто не сдали, или вычеркнули всех, когда голосовали за кого-то. То есть, это, по сути, недействительный конус. В данном случае, на вас оно по-прежнему влияет. То есть, на вас оно все равно будет влиять. В какой-то мере, оно даже будет влиять на людей максимально с вами в близческом контакте состоявших, потому что вы на них влияете не только своим выбором, но и своей личностью как таковой. А если вы меняетесь, то они будут вынуждены тоже на это как-то реагировать. Но для социального выбора, для общественного выбора, это и там, и там будет нулевое. Нулевое значение. Да? Вот еще просто продолжай, вопрос, продолжай, потому что вы только что рассказали, просто подробнее, как наш индивидуальный выбор влияет на выбор собственного. Здесь просто вопрос количества, количество сказавших да, или сказавших нет. вопрос очень хороший, Леша, в данном случае речь идет не о количестве людей, здесь не совсем так, как на выборах политических. Здесь речь идет о количестве людей, помноженных на их социальный капитал, на их капитал символический. То есть, понимаете, мнение Кшиштофа Пендерецкого не равно мнению школьника где-нибудь в Саранске. Понимаете? Это не значит, что у школьника в Саранске нет права на мнение. Оно у него есть, и этот голос тоже влияет. Но мнение, так как Пендерецкий или кто-то из других мастеров современной мысли, тот же Агамбен, это Жижик, который уделяет колоссальное внимание искусству, киноискусству прежде всего, у них такой высокий символический капитал, что, естественно, их мнение, их голос не равен голосу других людей. Но это не значит, что у тех других людей нет права этого голоса. И если они будут массово не согласны с мнением мастеров, то количественно они, конечно, могут их тоже заглушить. Здесь голоса не равны субъекту. Это не армия, это не политика. В политике на самом деле тоже мы знаем, что не так. Это скорее процедура выборов, как таковая. Но процедура выборов тоже разная бывает. Бывает, когда мы делегируем свой голос представителю, который уже от нашего имени голосует. Это тоже по-другому, по-разному происходит. Но здесь все завязано на символическом капитале. Если речь идет о некой этнической группе, то очень важную роль будет играть этнический капитал. Вы являетесь представителем этого этноса или нет? Если речь идет о религиозной группе, будет религиозный капитал и так далее. Но так или ничь, это можно все свести к общему понятию символического капитала, то есть веса вашего слова в сообществе. И естественно выбор таких мастеров, почему очень часто боятся, достаточно почитать воспоминания того же римского Корсакова, после смерти Чайковского, когда он осознает, сколь значим его голос. И когда он говорит, приходит на концерт или не приходит, отзывается позитивно или негативно, это сказывается на всей культуре. Это же страшно. Понимаете? На самом деле это страшно. Это ответственность. С одной стороны, ты действительно можешь очень много чего сделать, а с другой стороны, ты понимаешь, насколько ты можешь что-то сделать того, чему не хотел. Не можешь присутствовать на всех концертах, а не посетив чей-то концерт, отсутствие визита крупной фигуры, это уже знаковое событие, которое в минус этому событию является. Так что здесь очень-очень важная роль имени, его значения и то, что это имя может сделать. С другой стороны, может оказаться так, что мастера выскажутся за, но так много людей выскажутся против, что реальное искусство и пойдет по-другому пути. Ну вот, как-то так. Есть еще какие-то вопросы? Если нет, тогда мы на этом и закончим, и я жду вас всех на следующем бульет ликбезе, я пока не анонсирую тему, эти четыре темы я сразу же замысливал, как некий блок единый, что мы будем смотреть далее, я решу в ближайшие несколько недель, и вывешу тогда уже тему на следующие полгода наших занятий. Ладно, спасибо, что были всего и признания.